дорогие друзья я вас категорически приветствую по многочисленным просьбам трудящихся телезрителей и активных подписчиков канала одесской кухни сегодня будем велить помидоры по-итальянски в электросушилке сколько было просьб сколько было предложение это сделать наконец-то электросушилка уже у меня все что осталось делать это купить правильные томаты правильные специи их сочетания и в нужных итальянских ароматных пряностей рецепт нам пришел из италии очень популярные последнее время нас вяленые томаты а все почему британские ученые заметьте не итальянские а именно британские ученые доказали что регулярное употребление томатов как свежих так и вяленых продлевает жизнь в среднем на 7-8 лет и когда они попытались определить причину почему так происходит оказывается вяльных томатах есть вещества которые немного похоже по действию на аспирин то есть они разжижают кровь а раз разжижает кровь значит профилактика инсультов инфарктов вот простое объяснение дорогие мои и чтобы у нас все получилось и чтобы томаты таки повяли и все произошло у нас в электросушилке да и по-итальянски и при этом мы себе продлили жизнь на 15 суток слушаем 1 одесский анекдот представим себе на одесском рынке привоз мадам а почему ваш гусь такой дорогой ой то что вы такое говорите и где же он дорогой он просто внимательно следит за курсом доллара а вот и наши красивейшие томаты и так это второй рецепт вяленых помидоров на канале одесской кухни первый рецепт я снимал в духовке наконец-то купил электросушилку и сделаем то же самое только в электросушилке быстрее менее затратно и меньше мороки что мы делаем томаты очень хорошо промываем щеточкой очищаем снова промываем и каждую томатинку осушаем помидорки берем обязательно мясистых сортов я выбрал такой сорт здесь сорт сливка и обратить внимание какие они мясистые и и небольшое количество семян вырезаем несъедобную часть что касается семян даже сами итальянцы четко не могут определиться надо семена оставлять или нет большая часть чуть больше половины семена удаляет меньшая часть оставляет но учитывая что у нас рта не итальянские и все-таки сердцевину нас довольно много пробовала и вынимать семена вы знаете то еще удовольствие томата практически ничего не остается какая-то засохшая верно помидорная шкурка поэтому договоримся так в этом рецепте мы семена оставляем следующий момент томаты берем спелые мясистые спелые но не переспевшие сорта типа микада сладкие сорта здесь не подходят именно нужно пользоваться мясистыми сортами делим на две равные части чтобы они примерно за одинаковое время завелились рецепт этот итальянский мне подсобили мои итальянские друзья оригинальный более того другие хорошие знакомые даже рассказали как виталий фабричным способом чаще всего делают томаты потому что мне часто на форме в комментариях пишут о том что проще купить менее затратные итальянские он итальянские продаются вяленые покупаешь заливаешь и все делаешь да это все хорошо но если мы с вами знали и видели в каких условиях вилят это раз второе какую химию туда добавляют то вы бы ни за что больше вы не покупали такие томаты поэтому самые лучшие те томаты самое про самые лучшие блюда те которые мы готовим вот своими родными руками для себя стараемся друзья это мое индивидуальное мнение вы конечно делайте как хотите еще в отношении кожицы итальянцы некоторые кожицу снимают то есть нужно сбланшировать пять минут затем окунуть холодную воду и кожицу снять честно говоря пробовал не совсем не понравилось поэтому я оставляю вариант с кожицей и семенами для наших краев это самый лучший вариант самый лучший есть очень интересный фокус для того чтобы половинки томатов лишили своего помидорного сока на 10-15 процентов еще до процесса веления нужно взять чистая хлопчатая бумажное полотенце в том числе и без запаха стирального порошка и выкладываем их срезом вниз на два часа вот таким нехитрым способом мы ускорим процесс веления томатов конечно же когда я этим занимаюсь фабричным способом на зиму ты для съемок зон небольшое количество потому что долго пришло довозиться когда я заполняю полностью лотки электросушилкой у меня уходит это по 10 12 килограмм помидоров есть как минимум три способа как завелить помидоры ну первый это оригинальный итальянский они это делают при высокой температуре в сами в самый пик температуры летом на солнце затем в тени на сушку уходит о 10 до 12 дней второй способ это электро или газовая духовка с приоткрытой дверцы это способ может детально разбирали и третий способ это электросушилка вот в ней мы сегодня и будем велить атоматы велятся в электросушилке со страшной силой скоротаем досуг еще одним одесским анекдотом разговор в одесском трамвае разговор в одесском трамвае полностью забиты пассажирами соня соня ты вошла соня ого она еще как вошла она даже успела трижды мне на ногу наступить помидор уже два часа честно выстаиваю теперь нужно определиться со специями солью и сахаром берем полторы чайной ложки каменной соли без всяких добавок без ничего просто каменная соль и учитывая что помидоры наши они такие сладкие как итальянские 3 чайной ложки сахара все между собой смешиваем берем лоток электросушилки вот так он выглядит накрываю сверху сеточка что если что-то будет прилипать прилипая сеточки все остальное вынимаем и гораздо легче мыть и очищать и выкладываем на нашу раз прекрасные томаты друг дружки поближе не стесняемся а то бывают томаты нет нет и начинаю стесняться говорит моя младшая дочь нельзя так делать нельзя стесняться кстати что касается сушки так устроена конструкция электросушилки часть по периметру она высушиваться лучше поэтому крупные мы выкладываем по краям крупные томаты а чуть поменьше в середине и ближе к центру проверяем тщательно томаты видите он затесался у нас испорченный томатик проверяем тщательно и вырезаем соль сахар мы перемешали и по одной щепотке одно небольшой щепотки в каждую томатинку томатики которые побольше там больше которые поменьше им поменьше как славном анекдоте николая фоменко большому кораблю большая торпеда маленького маленькая нас томаты не настолько сладки как питали поэтому приходится их немножко сдобрять сахаром но если сахар не употребляете или не любите просто немножко присолить и чтобы форум микробам дать и лучше хранилась но и соль конечно в умере их количество улучшает на 100 очков вкус этих верных томатиков теперь что касается пряности вот большинство авторов особенно ю тубе добавляют пряности сразу но сразу видно что у них нет знакомых виталий вот нет и все зачем добавлять сразу пряности во время веления от них все выветрится их вообще не было не вообще не будет чувствоваться поэтому пряности будут добавлять у финале когда будет звучать финальные фанфары но это еще не все располагаем 3 лоток и так вот наша голая сушилка без ничего без никто включаем ее выставили три лотка он первый это базовый да и самое интересное на первом лотке на базовом лотке был поддон чтобы случае если будет стекать сок сразу на этот поддон и в случае чего мы можем просто выметь и особо не заморачиваться накрываем крышкой теперь что касается режима вот обратить внимание есть режиму medium хай я выберу самый высокий режим это 60 градусов и на все про все на веление у нас уйдет от 15 до 18 часов вот я обычно закладываю на вечер утром я лоток достану мы с вами на него внимательно посмотрим по каким критериям определяем правильные вяленые томаты чтобы их можно было консервировать они в раз 45 уменьшится в размере и при надавливании не должен выделяться сок то есть никаких хрустиков никаких твердых томатов они должны быть относительно мягкие и при этом правильно доверены нажимаем помидорный сок не выделяется все этого достаточно но хозяин не мог ничего хуже придумать до серы но в то же присутствие такого греческого бога котов который привык исключительно к высоко калорийным белковым продуктам готовить такую готовить такую гадость до серы сервошка серво хитрый кот какой сервошка какой же хитрый у нас кт серво пошел серво обиделся и пошел есть кашу с мясом так зеленые томаты прошло четыре часа он чуть не сказал помидорчики у сони на балкончике до пищем долго сок еще даже не испарился уже красиво выглядит томаты даже в сыром виде волшебно выглядят как это будет выглядеть баночки заправлено итальянскими пряностями да греческим оливковым маслом не дай бог а может итальянский тут как пойдет прошло уже 14 часов так вот это еще не доверился чтобы мы понимали как я определяю что идет сок вот на него надавливаем ведь выделяется сок еще а вот который уже подвелился нормально эти сок уже никакой не выделяется как на него не надавливая все этот уже готов это сто процентов готов так гоните меня подальше надо до финала не не доживут еще еще сотреб вы знаете автомата уже почти готовы да надо было делать когда никого дома не было съели уже наверно почти половину смотрите у нас тут чесночок головка чеснока я очистил на зубчики и чтобы договориться с микробами предлагаю чесночок немножко тоже подвелить буквально час-полтора у сколько осталось велится томатом я чует мое сердце что наш ожидаем шикарный итальянский шедевр шикарный вам скажу обещана пол-литровая стеклянная банка очень хорошо я помыл соды потом еще раз промыл высушил и теперь она уже в кадре вместе с нами нужно будет постерилизовать как сделать это быстро и ненавязчиво добавляем одну десертную ложку воды закладываем микроволновку ровно на полторы минуты закладываем микроволновку на полторы минуты и на мощности 800 ватт дальше больше я обещал оливковое масло будем им заправлять наши ароматнейшие вяленые из альянские помидоры берем 250 миллилитров оливкового масла нужно его раз прекраснейшим образом сдобрить ароматнейшими пряностями из пряности сегодня у нас будет пол чайной ложки тимьяна 1 чайная ложка базилика и пол чайной ложки розмарина всю эту красоту перемешиваем аккуратно течение полминуты и после этого нам нужно будет оливковое масло подготовить консервации и чтобы договориться с микробами проще всего это сделать тоже микроволновки закладываем ароматизировано уже оливковое масло при той же мощности 800 ватт на полторы минуты и вот здесь начинается самое интересное вяленые томаты вот обратите внимание они уже завелились во всю и только ждут своей прекрасной очереди и так берем чесночок уже подвялены где-то около двух часов закладываем на дно прихват я простерилизовал около шести минут кипящей воде то есть все у нас стерильная и готова к труду и обороне теперь выкладываем томаты так чтобы они были поближе друг дружки да что из себя представляет томат это не сухарик то есть он абсолютно податливый и при этом при нажатии никакой жидкости не выделяется то вышел друзья это так вкусно я надеюсь что половина томата не влезет еще раз прямо с утра и продегустируем томаты нужно притрамбовать а то даем волю ни одна четверть не влезет чем лучше затрамбуем томаты тем меньше нам понадобится оливкового масла тотальная экономия сразу не отходя от кассы вот сразу начинаем заливать хорошо теплая где-то температура 50 60 градусов оливковое масло вместе с ароматными пряностями сразу встряхиваем чтобы выбивать всю весь воздух он нам здесь вообще не нужен от слова совсем и мы продолжаем закладывать вяленые томаты вставляется ровно 250 миллилитров но как угадал вот лишь угадал что нигде не капнул там вышел друзья то вышел почти нигде кстати пока мы это делали минут семь кипятила с крышкой кипятки вот она родимая что мы делаем дальше друзья и так хорошенько закручиваем переворачиваю вверх ногами и даем этой красоте закутываем в теплое полотенце либо одеяло и даем этой красоте хотя бы сутки настояться затем переворачиваем обратно закладываем на нижнюю полку холодильника ближе к стенке даем настояться хотя бы 2-3 недели только после этого приступаем дегустации на практике как это обычно происходит на практике на и две недели не стоит особенно если готовим таких маленьких количествах если засушен килограмм 20-30 но может месяц-два и простое вообще внизу холодильника если серьезно внизу холодильника эта красота может стоять до года до следующего урожая до встречи в финале друзья дорогие друзья наконец-то мы финале посмотрите на эту замечательную красоту на эту замечательную вкуснятину дорогие мои когда вы отведаете приготовите отведаете эти вяленые помидоры и у вас разовьется любовь ним на всю жизнь обязательно поделитесь лучшими друзьями знакомыми родственниками сделайте репост на самые кулинарные просторы интернета пишите вкусные классные комментарии ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы такие помидорчики к вам всегда попадали в первую очередь подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и своих родных приятного аппетита пока